Как вы учились в Минском лингвистическом колледже? Когда мое учение в колледже подходило к концу, я вспомнила, что одна из моих одноклубниц еще на первом курсе говорила, что после колледжа она будет поступать не в Миньяз, а в Минстический ЕГУ, о котором я не знала ровным счетом ничего, потому что ЕГУ не было ни в одном справочнике Беларуських университетов. Я загуглила информацию об имеющихся на тот момент программах ЕГУ и мне показалось, что весь пульт в дистанционном формате это именно то, что мне нужно. Так я оказалась на самом деле. О ЕГУ у меня остались исключительно положительные воспоминания. Во-первых, это нетворкинг. Со многими профессорами и одноклубниками я поддерживаю себя до сих пор. Касательно полученных знаний, я не устала повторять о том, какую замечательную теоретическую базу ЕГУ я имею в Сугу, благодаря ЕГУ. Да, практика важна, и в ЕГУ практики научат, как и во многих других университетах. А вот теорию хорошо преподают далеко не везде. Еще когда я училась на втором или третьем курсе ЕГУ, я разговаривала со своими сверстниками из Беларуських университетов, и я поняла, что в беларуських гуманитарных вузах не преподают базовых авторов. Соответственно, студенты просто не знают, кто такое Фуко, Акизер, Саид, Хайдегер, Патриарх, и это катастрофа. Я свято верю, что предназначение Академии заключается именно в передаче теоретических знаний. Мой любимый Хичкок, например, никогда не учился, как снимать фильмы, но стал абсолютным гением кинематографа. The film school generation был важным этапом в развитии индустрии, но сейчас, опять же, большое количество режиссеров не имеет профессионального образования. Поэтому я считаю, что тем, кто хочет заниматься практикой, совсем не обязательно идти в университет. Ну, а если кто-то хочет стать отдельным человеком, с которым интересно будет поговорить не только об Игре Христова в Пабе, то нужно идти в университет. В Америке, кстати, стеория чуть получше, чем в Беларуси, но все равно тенденция заманить большое количество студентов тем, что учить-то, собственно, ничего не нужно будет, она имеется. Но это совсем уже другая история. После бакалавриата ЯГУ я сразу поступила в университет Агария. Но во время моего дистанционного обучения в ЯГУ я работала в Минском аэропорту. Тут, наверное, хороший момент сказать о том, что дистанционное образование в ЯГУ было действительно незабочным. И если кто-то, кто смотрит это видео, задумывается о поступлении в ЯГУ, но не уверен в качестве дистанционного образования, то я могу сказать, что бояться ничего не надо. Если у человека нет глобальных проблем с мотивацией и самодисциплиной, то поступать однозначно нужно. Но если такие проблемы имеются, то в любом университете и на любой форме обучения человеку будет сложно. Американская мечта появилась у меня еще в средней школе. Я подроскинула в Москве и поняла, что лучшие представители практически во всех областях либо родились в Америке, например, Билл Гейтс или Анджейна Джоли, либо приехали в Америку и из других стран, как Битлз или Лангст. Поэтому после девятого класса я пошла в Лингвистический колледж с умовы для того, чтобы получить английский язык, потому что после школы я знала только, что Ландом из-за капитала Грейт Бридом. На языковые курсы у моей семьи не было денег. Бакалавриат в Америке поступить довольно легко, но финансированно получить практически нереально, поэтому выбор пал на магистратуру. Непосредственно готовиться к поступлению я начала на третьем курсе его, не без сторонней помощи, кстати. American Council for International Education раньше был прям в старом здании ЕГУ, но и сейчас он в шаговой доступности от Завичаус, плюс большой помощью были преподаватели ЕГУ, которые не отказывались слать рекомендательные письма. В Беларуси с этим напряжёнка, потому что не у всех профессоров есть университетские мейлы, поэтому идея пал на магистратура у меня ещё со школы, а непосредственно выступление заняло у меня больше двух лет. Можно ли всё это было привыкнуть быстрее? Ну, наверное, да. Процесс сам по себе несложный, и мне боги, как говорится, горшки обжигают, но до последнего курса Бакалавриата я бы не советовала дотягивать. Дальнейшие планы – начать и закончить обучение в докторантуре по interdisciplinary arts, а потом преподавать. Согласно моему контракту на обучение в магистратуре, я должна была преподавать все два года как teaching assistant. В докторантуре я буду продолжать преподавать, выговорские курсы по кино, но уже как lead instructor. Вы не поверите, как это круто, когда вы начали курсы, твои студенты не знают о кино ничего, а в конце сдают экзамен на 100 баллов и сдают дельный эссе. Причём, чем дальше мейджор студента от кино, тем больше двое творения я получаю от довольных моим преподаванием студентов. Зря об этом спросили. Эд Фрейд. Если вы меня видите в наушниках, то это значит, что я слушаю либо Гайя Станца, либо какую-то аудиокнигу Фрейда. Но вообще, моя макалаврская работа в Ягу, магистрская и будущая докторская диссертация про фанатский труд в медиафраншизах. Кстати, если бы я сейчас выбирала, куда поступать в Беларуси, то я бы была бы посоветовать только в ГУИР, но там нужен не гуманитарный сплатума. Точные науки идут у меня хорошо, но для них не нужно хорошо так напрягать в коробочку. А не очень-то и хочется ж. Поэтому я поняла, что гуманитарные дисциплины у меня идут намного проще, и особый интерес у меня к философии и психоанализу. Кстати, обе эти дисциплины отлично преподаются в ГУИР. Почему? Потому что, когда я читаю философские или психоаналитические тексты, обычно вначале авторы задаются вопросы, на которые у меня нету никакого предположения. А если я читаю текст, всё становится понятно, и оказывается, что ответ на заданный вначале вопрос был очевидным, и это просто мой мозг не давал мне возможности само додуматься на него. Абитуриентам и студентам я хочу пожелать не воспринимать штыки-теорию, довериться преподавателям и делать то, что они просят. Поначалу будет сложно. Я помню свой первый форум, задание было наипростейшее, ответить на вопрос, что для тебя история. Я выучила свой ответ длиною в один абзац. С неделю, со слезами, скандалами. Но стоило мне немного влиться в академический дискурс, и из него выходить уже не захотелось. Ещё раз повторюсь, те, кто хочет научиться практике, в ЯГУ практики научат. Те, кто не врезвывает теории, тоже получат то, что хотят. При наличии желания, возможно, всё. Я, например, работала на полной ставке в аэропорту с 12-часовыми дневными и ночными сменами. И в то же время я училась в ЯГУ на двух специализациях. Новая медиа и визуальная культура. И закончила университет с красным дипломом. Поэтому терпение и труд, всё и труд. Если кто-нибудь хочет связаться со мной по поводу поступления в ЯГУ или в магистратуру-докторантуру в Америке, я буду всегда рада помочь. Находите меня и пишите в любых социальностях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!